всем привет дорогие друзья и сейчас мы находимся с вами перед городом феодосия где начинается или уже виднее идет со строительства нового водовода феодосия судак все это строится в рамках одного грандиозного проекта главного водовода крыма как я его назвал в свое время это происходит забор воды из трех водозаборов на севере крыма это нежинский просторнинский и новогригорьевский мощности всех этих трех водозаборов 195 тысяч кубических метров в сутки глубина скважин от 110 до 160 метров и на каждом водозаборе по 12 скважин как вы знаете уже не раз я показывал в владиславовке стоит строится мощная насосная станция и там идет распределение в сторону керчи 93 с половиной километра и мощностью восемьдесят девять тысяч метров кубических идет две нитки в чешегов по 800 миллиметров диаметром каждая и в сторону феодосии пнд труба диаметром метр 12 километров до феодосии и затем от феодосии и до судака будет строиться нитка но вот собственно говоря дорогие друзья нас с вами заинтересовал вот этот проект и сейчас мы его немножко рассмотрим а вы пока я буду вам говорить что-то по этому поводу смотрите картинку как идет уже строительство всего этого водовода ну и сразу скажу стоимость водовода феодосия судак оценена по госконтракту 4 миллиарда 435 миллионов 220 тысяч рублей предельный срок выполнения контракта 30 декабря двадцать третьего года реконструкция водовода феодосии судак построенного еще в 80-х годах двадцатого века проектом определены три очереди реконструкции и так первая очередь это новая нитка водовода феодосия судак протяженностью 40 километров с учетом уже ранее построенных участков уже один репортаж я вам с этого строительства показывал как варилась пнд труба ну и сейчас мы еще дальше посмотрим вот сейчас мы видим с вами как идет это строительство прям вот если ехать с белогорска по старой дороге перед феодосии именно идет это строительство с поворотом на судак и вдоль дороги прокладывают новую ветку это очень интересное строительство и будем следить за ним вторая очередь восстановление магистральной насосной сан станции с установкой системы обеззараживания воды и третью очередь реконструкция ныне работающие нитки нитка которая построена в 80-м году уже достаточно сильно изношена и достаточно вели большие потери воды по транспортировке от феодосии до судака вот решили построить новую нитку пустить по ней воду и затем реконструировать старую и замечательный будет молодцы грамотно две нитки одну в резерв я думаю поставят во вторая будет в эксплуатации ну конечно с учетом развития феодосийского городского округа потребность в воде будет возрастать только и я думаю что со временем и вторую нитку будут задействовать но пока вот такие масштабы здесь с учетом того что реконструкция будет производиться уже на существующей нитке то конечно построенная нитка будет работать водовод кстати располагается вблизи особо охраняемых территорий и первейшая задача проведение экологических геодезических и археологических исследований после заключения положительной экспертизы началось строительство вот посмотрите сколько труб сложено вдоль дороги ну просто глаз радуется когда вот такие вот объекты начинаются и стройка начинается такая вот грандиозная посмотрите судакский водовод является основным источником воды для судака а также сел и поселков как тибель щебетовка курортная орджоникидзе насыпное на никого южная и подгорная которые входят феодосийский городской округ объем водоснабжения всех этих городов и поселков и сел 75 тысяч метров кубических в сутки ну вот если учесть что в зимнее время севастополь потребляет 80 85 то вот практически на одном уровне 75 тысяч кубов а летом я так думаю тоже возрастет потребление потому что судак курорт сейчас очень популярный в прошлом году я там отдыхал ну как отдыхал и видео снимал по моему дней 5 я там был народу просто какое-то невероятное количество яблоку упасть негде как говорится так что развитие идет если учесть еще что от трассы таврида в сторону судака будет реконструироваться дорога через поселок грушевая по моему и будет четыре полосы движения по две в каждую сторону но если неправильно поселок назвал извините вот сейчас из головы выпало сразу вспомнить не могу так что это вот один из ключевых таких строительств главного водовода крыма ну и соответственно сейчас идет полным ходом строительство этого же водовода до керчи там конечно длина большая еще будет большая насосная станция в районе новой николаевки и все это можно будет посмотреть у меня на канале дорогие друзья так что подписывайтесь и будем за этим всем следить ну а здесь вот после обильного таяния снегов ожила одна из речушек посмотрите ну такие вот речки кто-то скажет язык опять не поворачивается ручей он и есть ручей ну речки это в крыму такие вот и как говорится и тому рады что такое есть вот ожили они вот посмотрите идет русло реки заросшие камышом все 0 и дорога белогорск феодосия вот мы сейчас туда двигаемся с вами видим идет траншея прокладка труб здесь пнд труба идет новое строительство длина 40 километров это первая очередь строительства водовода феодосия судак ну и вот пожалуй вот здесь мы заострим внимание видите водопроводная камера и до нее подведена уже траншея раскопано пока трубы внутри мы здесь не видим именно здесь нужно делать переход или уже сделан а сделан вот уже футляр под дорогой пройден то есть два варианта или прокол делают или горизонтально направленное бурение пилотку делают ну то есть пилотное бурение затем загоняет туда расширитель и расширяют канал до нужного до нужного диаметра а диаметр здесь скажу я вам не маленькие предыдущем ролике отсюда я уже говорил мерил рулетка я диаметр внешний диаметр трубы 1000 миллиметров толщина стенки 100 миллиметров и внутренний диаметр 800 миллиметров 10 сантиметров толщина стенки пнд трубы очень мощная труба ну и конечно же давление здесь приличное поэтому вот так вот все это делается ну а мы двигаемся с вами вдоль траншеи где пройдет этот водовод и определим где он уже уложены закапан вот мы сейчас это все увидим идет сварка трубы там дальше трубы 13 метров длиной каждый варят в плети но везде по-разному в принципе где-то можно до километра варить плеть а затем уже опускать ее в траншею но если где-то условия более стесненные лист такими резкими поворотами то можно и меньше плети в принципе это не принципиально как кому удобно такие плети и делают по протяжению на протяжении этого маршрута видите водопроводные станции тут же строится чтобы если не дай бог какая-то авария можно было этот участок где произошел там порыв локализовать то есть двух сторон запорную арматуру закрыть и начать восстановительные работы здесь вот мы с вами были вот в этом месте труба еще лежала наверху сейчас ее уже видите уложили вот она пнд труба диаметром 1000 наружным диаметром 1000 миллиметров копается траншея затем делается песчаная подготовка трамбуется при помощи трамбовки укладывается труба отсыпается песчаным грунтом все это дело сверху каменную накидку делают но и камнем для чего делают это как маркер идет ну а сверху уже потом отсыпают плодородным грунтом можно даже вот уже где прошла труба и сельхоз работы там сеять что-то камень идет вот допустим там через какое-то количество лет решат прокладывать еще какие-то коммуникации будут копать если тракторист внимательный не внимательный копнул увидел камень это его заинтересует но естественно это уже на бытовом уровне так а каждой коммуникации всегда нас наносится потом после окончания строительства ядезисты наносит на гео под основу это один из этапов оформления документов очень важный этап потому что на каждом строительстве всегда присутствует гео под основой смотрят какие существующие коммуникации входят в зону строительства но здесь вот мы видим тоже перешли через дорогу на другую сторону также был применен метод прокола или горизонтально направлено бурение футляр большего диаметра и затем у него в него уже протаскивается рабочая труба вот скорее всего здесь футляр 1200 миллиметров был и в него протащили трубу тысячную затем межтрубное пространство обычно бутуется цементным раствором потому что вы как известно природа пустоты не терпит и вот мы передвигаемся с вами на участок где непосредственно вот посмотрите плети еще лежат наверху пнд трубы и идет сварка спайка труб как правильно сказать здесь вот уже прокапана траншея посмотрите хорошо здесь видно уже плеть готова вот одна из промежуточных камер здесь наверняка и когда уложат трубы будет запорная арматура ну а вот чуть дальше мы видим идет спайка труб специальное оборудование вот давайте поближе посмотрим вот водопроводные камеры здесь будет забетонировали подготовку здесь уже видите ну и потом будут стены уже поднимать посмотрим как будет или сборный железобетон или монолитный но последнее время монолит делают обычно от сборного железобетона по моему уже отказались давно ну и вот собственно что я вам и говорил ведь стоит трамбовка в траншеи и подготавливают основание под укладку трубы то есть песчаную смесь или проще говоря песок уплотняют до нужной нужной величины и затем укладывают уже сваренную плеть пнд трубу ну а сварка идет в одном из каких-то роликов я вам показывал специальный аппарат сначала две трубы выставляются в уровень ставится этот аппарат он отторцовывает стенки обеих труб чтобы было ровненько и примыкание было вот посмотрите примыкание было идеальным затем между этими двумя трубами ставится так называемая сковорода ну то есть металлическая пластина она разогревается там до определенной температуры не помню 100 120 градусов по моему если не прав поправьте края пнд трубы разогреваются расплавляются затем эта сковорода вытаскивается и под большим давлением две трубы сжимаются под этим давлением они держатся ну от 40 до часа пока вот не остынет разогретый вот пластик и таким образом спайка двух труб происходит очень прочное соединение но получается практически монолит как вот сама труба довольно таки на прогрессивная технология применяется уже очень давно и зарекомендовала себя очень и очень хорошо вот по крайней мере именно на спайке двух труб порывов практически нигде и вот когда это видел них день не наблюдал чтобы именно на спайке труб был порыв пнд трубы и да и вообще пнд трубы очень редко сами практически никогда если конечно внешнего механического воздействия не будет ну а здесь мы вот видим с вами там паяют впереди укладывают еще дальше уже засыпают здесь прокладкой траншеи идет ну вот этот кусочек магистральной трубы первой очереди мы с вами посмотрели еще две очереди строительство как я уже сказал насосные станции с обеззараживанием воды но она называется реконструкция насосной станции но как правило под реконструкции подразумевается на строительство ну и потом реконструкция ныне существующей нитки тоже большая работа нужно ее раскопать все это посмотреть там новые если вот достаточно такие большая изношенность этой трубы то практически это тоже самое новое строительство только сами знаете вот некоторые здания даже легче поломать и построить новые ну на этом все дорогие друзья еще раз всех женщин с праздником подписывайтесь на канал и до свидания